Канал, которые решили, все технические проблемы. Приказом Санкт-Петербургского государственного университета от 3 октября 2018 года за номером 9559-1 я, Подгорная Ольга Игоревна, доктор биологических наук, профессор кафедры цитологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета, назначена председателем этого диссертационного совета. А кроме того, позвольте представить моих коллег, также членов совета. Михаил Сергеевич Гельфанд, доктор биологических наук, Институт проблем передачи информации имени Каркевича, Российская Академия Наук. Об удаленном доступе с нами на связи. О'Брайан Стефан Джеймс, доктор биологических наук, СПБГУ. Стив, пожалуйста, скажите «hello». Стив, пожалуйста, скажите «привет». Адам Микаэль, доктор биологических наук, Национальный институт исследования генома человека, Национальный институт здоровья, Соединенные Штаты, просторечие NIH. Адам, скажите «здравствуйте». Марникс Хендрик Медема, доктор биологических наук, Университет Ваги-Нинген, Нидерланды. Марникс, пожалуйста, скажите «привет». Согласно федеральному закону от 23.08.1996 года за номером 127.F.3 о науке и государственной научно-технической политике, Санкт-Петербургский государственный университет получил право самостоятельно присуждать ученые степени. Соответствующий приказ о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, на основании которого мы проводим наше заседание, издан 1 сентября 2016 года за номером 68.21.1. Далее приказ. Значит, этим приказом заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третий от утвержденного состава диссертационного совета, но не менее четырех человек. Наш диссертационный совет состоит из пяти членов. Присутствуют все, в том числе в удаленном доступе три члена совета. Мы проверили связь, с ними есть контакт. И таким образом, кворум для совета есть. Значит, регламент сегодняшнего заседания будет следующий. Общей продолжительностью не более два часа. Не более двух часов. Значит, сначала краткий доклад председателя об основном содержании представленных соискателем ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям. Если будут вопросы, на это отводится пять минут. Краткий доклад соискателя ученой степени, отражающий основные положения исследования. 15 минут. Вопросы к соискателю строго по его докладу. Не более двух минут на один вопрос. Ответы соискателя. Оглашение председателем поступившего внешнего отзыва. Он был размещен на сайте СПБГУ. Выступление всех членов диссертационного совета поочередно с отзывами, с изложением своих позиций, с вопросами и предложениями к диссертанту. Не более десяти минут для выступающего. И due to the time pressure, Стива Брайан будет первым выступающим. Выступление председателя со своим отзывом в числе того же. Ответы соискателя ученой степени на вопросы и замечания членов диссертационного совета. Не более 15 минут. Открытие дискуссия. Выступление по желанию присутствующих на защите, с кратким изложением своих позиций и или с конкретными вопросами и предложениями к диссертанту. Не более пяти минут на каждого желающего. Желающих просим зарегистрироваться после выступления в регистрационном листке, а перед своим выступлением полностью представиться. Вот обычно строгое перечисление регламента 2 минуты и 5 минут приводит к тому, что вопросов почти не возникает, все боятся. Дорогие товарищи, мы уложимся в регламент. Не бойся, не бойтесь. Задавайте вопросы и выступайте. Потому что при отсутствии вопросов создается впечатление, что не о чем говорить, а работа достойная. Итоговые ответы соискателя на заданные вопросы. Не более пяти минут. Отзыв научного руководителя соискателя. Обсуждение на пять минут перед открытым голосованием для вынесения заключения по вопросу о присуждении или не присуждении ученой степени соискателю. На время обсуждения члена диссертационного совета результатов защиты трансляция отключается. Открытое поименное голосование. Подсчет голосов председателем диссертационного совета с занесением результатов протокол заседания. Принятие решения о присуждении ученой степени СПБГУ. Заключительное слово соискателя. Не более двух минут. Перед тем, как перейти к работе, напоминаю о необходимости отключить мобильные телефоны. Спасибо за понимание. Ведется аудио-видеозапись нашего заседания и прямая трансляция на сайте СПБГУ. Осуществляется синхронный перевод выступлений с русского на английский, с английского на русский. Значит, мы начинаем. И первый пункт – это мой доклад относительно документов. Диссертация Буревича Алексея Александровича на тему «Вычислительные методы для анализа подверженных ошибкам метаболомных данных», представленная на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 03-01-09 «Математическая биология и биоинформатика» принята к защите приказом ученого-секретаря СПБГУ от 3 октября 2018 года под номером 9560-1. Диссертационный совет утвержден приказом ученого-секретаря СПБГУ 3 октября 2018 года за номером 9559-1. И, значит, состав ученого-совета я уже вам представлял, он вам известен. Соискатель представил ученому-совету следующие документы. Заявление на имя ректора СПБГУ профессора Кропачева о принятии диссертации к рассмотрению и защите, поданное 1 июня 2018 года. Список публикаций из 13 работ, в которых излагаются основные научные результаты диссертации. Все 13 в издании, входящих в Международные базы данных и системы цитирования. Диплом магистра О.Н. номер 12589, выданный Санкт-Петербургским академическим университетом Российской академии наук 8 июня 2012 года о присуждении Куревичу Алексею Александровичу в степени магистра прикладных математики и физики. Удостоверение номер 345 о сдаче кандидатских экзаменов по специальности 03-01-09 выданное Институтом проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук 9 ноября 2017 года. Отзыв научного руководителя. Диссертацию на русском и английском языках на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном присутствует. Диссертация на русском и английском языках на бумажном носителе и в электронном виде. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ-Р 7.011. Диссертация напечатана на множительном аппарате с указанием выходных данных согласно ГОСТ-Р 7.0.4. Все перечисленные документы соответствуют пункту 12 из раздела 3 представления и защита диссертаций. Порядка присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Приложение номер один к приказу. Если есть вопросы по документам, вопросов нет, тогда мы переходим к следующему пункту, а именно докладу соискателя. Но это все. Спасибо. Спасибо. Это мне удовольствие быть здесь. Дорогие гости, члены диссертационного совета, мне очень приятно быть здесь и представить вам основные положения моей диссертации. В качестве мотивации данной работы выступает постбиологически активных соединений, которые могут быть с одными лекарствами или средствами. Многие небольшие молекулы образовывающиеся в ходе метаболизма в растениях, грибах и бактериях оказались клинически эффективными. Известный пример в части антибиотики, противоположные, а другие многие важные соединения. Однако обнаружение таких соединений является сложной задачей. Достигнутый процесс в области биотехнологии может очень помочь в этом процессе. В частности, современные технологии секвенирования позволяют получить геномную информацию об организмах, продуцирующих природные соединения достаточно быстро и дешево. Такая информация может быть полезна для понимания того, как эти организмы синтезируют интересующие нас соединения. Однако, современные технологии не могут прочитать геномы целиком. И вместо этого считывают только короткие фрагменты ДНК. Очевидно, что этого недостаточно для расшифровки структуры важных экспонсионных ведущих зрения природных соединений. Таким образом, исследователи нуждаются в помощи ученых-информатиков, их вычислительных методов и инструментов. На практике, когда мы работаем с бактериями, их трудно генерировать в лаборатории. Вместо этого мы используем крупных анализируем крупных кастбоктейлей. При этом кластерой мол. Эти технологии позволяют анализировать метаболомы этих организмов. метаболомы остается проблема. И одним из возможных решений является дерепликация. То есть, использование информации из баз данных химических структур уже известных соединений для охождения масс спектра в соответствующих ранее обнаруженным молекулам. Удаляя эти спектры из рассмотрения, мы уменьшаем сложность входных данных и открываем дорогу к новым находкам. Что по-прежнему сложно, по крайней мере, не приведет к повторному открытию чего-то известного ранее. Еще одной возможной опцией является вариативная дерепликация, которая находит новый модифицированный или мутировавший вариант известных в настоящее время соединений. Показано, что некоторые из таких мореховикантов более клинически эффективны, чем их более распространенные версии, имеющиеся в современных базах данных. Таким образом, к одной цели существуют два пути. Объективный может принести значительную пользу исследователям природных соединений, приводить их в поиск в высокопроизводительную технологию. Конечно, создания такого числительного конвейера слишком много для одной диссертации, поэтому в своей работе сосредоточился только на некоторых из поставленных вычислительных задач. Они относятся к обеим частям конвейера и, по сути, имеют много общего. Теперь я пишу соответствующие вычислительные задачи и мы решения для них более подробно. Давайте начнем с геномной части. Первой рассматриваемой задачей является задача оценки геномных спорок. Предпосылками для этой задачи является наличие множества различных технологий секвенирования с некоторыми принципиальными различиями в их выходных данных и, конечно же, множество различных видов организмов для секвенирования. Это привод к десяткам доступных на сегодняшний день алгоритмов сборки генома. На данный момент не существует лучшего универсального ассамблера генома для всех типов наборов данных, поэтому необходимо сравнивать производимыми сборки, оценить их качество и выбирать лучшую для каждого конкретного случая. В то же время существующие инструменты сравнения оценки геномных сборок имеют много недостатков, препятствующих использованию в повседневных исследованиях. Таким образом, для задачи необходим универсальный и простой воспользованный инструмент. В своей работе я представил программное обеспечение КВАСТ, которое решает все распространенные проблемы конкурирующих подходов. В частности, КВАСТ может работать с видами из всех царств живой природы. Кроме того, он подходит как для модельных организмов, для которых известна эталонная референсная последовательность генома, так и для видов, которые только что были созданы. КВАСТ позволяет своим пользователям возможность оценить качество во всех возможных аспектах и представляет отчеты о качестве как в виде цифр, так и на графиках. Наконец, инструмент имеет широкий спектр вариантов установки. Он удобен в использовании даже для использования без специальных компьютерных навыков. Это очень важно, поскольку подавляющее большинство бактерий не может быть клонировано в лоратории, поэтому наиболее удобный, иногда единственный способ изучения использования генетического материала целого бактериального сообщества. В результате экспериментальные образцы содержат много различных видов, представленных в различных пропорциях. То же самое верно для сборок, полученных из данных секвенирования таких образцов. С ростом популярности метагеномных исследований разрабатывают все больше и больше программных инструментов для сборки метагеномов, и они определенно требуют правильного метода оценки качества. Однако, этот процесс не является простым и намного сложнее, чем оценка генетического сборок одного вида. Для решения этой задачи было разработано программное обеспечение MetaQuast. Он борется с проблемой неизвестного видового разнообразия, автоматически определяя его. Процедура основана на поиске последовательности 16SRNK, которые присутствуют почти во всех видах микробов. Референсы, соответствующие найденным таксонам, загружаются из хранилища NCBI. Наличие большого числа видов организмов данных решается возможностью использовать неограниченное количество референсов значительно переработанными средствами визуализации обычного кваст. Наконец, MetaQuast способен выявлять ошибки геномных сборщиков. Это все о геномной части конвейера. Теперь позвольте мне объяснить вычислительные задачи, возникающие в метаболомной части. Я начну с задачи делеприкации PNP. В своей работе я концентрировалась только на пептидных природных соединениях, которые состоят из нерибосомных пептидов и представляют собой важный класс природных соединений. PNP включает в себя многие важные с медицинской точки зрения соединения, прежде всего антибиотики, начиная с самого первого пенициллина и заканчивая последним открытым на данный момент тексобактином. К сожалению, открытие новых PNP стало очень медленным в какой-то момент из-за высокого уровня повторного открытия уже известных соединений. Таким образом, дереприкация, выполняемая на ранних этапах конвейера, может сэкономить много ресурсов. Важно отметить, что PNP значительно отличаются от обычных линейных пептидов. Они часто имеют нелинейные структуры и содержат много нестандартных белков в своем составе. В протеомнике представлено много устоявшихся инструментов для идентификации обычных пептидов по данным масс-спектрометрии. Однако, эти инструменты сильно ориентированы на линейную структуру и короткий аминерно-кислотный алфавит целевых соединений, поэтому они неприменимы к терапликации PNP. Нужны новые специализированные инструменты, и сейчас я представлю такой инструмент, который мы назвали дирепликатор. Программа принимает на вход экспериментальный спектр и базу данных известных структур PNP. Затем она сопоставляет спектр со всеми PNP соответствующими массами. Такие пары обычно упоминаются как сопоставление PNP-спектр или просто PSM. Уровень схожести каждого PSM дополнительно проверяется на предмет его статистической значимости, если он достаточно достоверен, сообщается об обнаруженной идентификации. Боль это еще не все. Чтобы оценить уровень ложноположительных идентификаций, дирепликатор создает базу ложных данных PNP, которая похожа на целевую зеленую базу данных, но состоит из нереалистичных соединений. мы мы выполняем те же шаги со спектром в отношении базы ложных PNP. И уровень ложноположительных идентификаций оценивается как отношение количества ложных идентификаций, количество попаданий в целевой базе данных. Напоследок несколько слов о вариативной дирепликации. Отмечено, что PNP часто модифицируется и мутирует во время их синтеза и эволюции организмов, продуцирующих их. Таким образом, большинство PNP образует семейство иногда большие родственных пептидов. В то же время в базах данных PNP присутствуют только самые распространенные представители таких семейств, поэтому их легче всего обнаружить. Тем не менее, некоторые редкие варианты PNP могут быть более клинически эффективными, как показали недавние исследования. Принимая внимание, не факт, это обнаружение PNP по-настоящему важна вариативная дирепликация. Но эта задача очень сложная. Во-первых, возможно, набор модификаций мутаций огромен и заранее неизвестен. Во-вторых, данный набор спектральных данных может не содержать какого-либо известного представителя из базы данных, поэтому вы не знаете, с чего начать поиск, и вам нужно проверить практически все соединения из базы данных PNP. В результате общее вычислительное пространство для этой задачи на несколько рядов больше, чем в случае обычной дирепликации. Для этого было разработано расширение конвейера дирепликатора под названием WarQuest. Как исходный инструмент WarQuest начинает обработку со спектра и базы данных PNP. База данных предварительно обрабатывается и хранится в компактной форме, что позволяет быстро сопоставить спектр со всей базой PNP и выбрать несколько наиболее перспективных кандидатов. Эти кандидаты далее тщательно обрабатываются с учетом всех возможных положений для мутации или модификации. Наиболее вероятная позиция модификации выбирается для каждого кандидата и результативирующий вариант PNP сопоставляется со входным спектром. Это все о ключевых задачах, решенных моей диссертации. Я просто хочу давать несколько слов об импробации разработанных методов и инструментов. Все четыре подхода были представлены на большем числе международных конференций, включая ведущие и крупнейшие конференции по биоинформатике, такие как RECOM и ISMB. Все были опубликованы в трех статьях в предыдущих рецензируемых журналах в данной области, которые были хорошо приняты сообществом, в основном были многократно процитированы. Даже вышедшие в этом году статья уже процитированы несколько раз. Пакет квас, который включает в себя квас и мета-квас, в настоящее время используется в сотнях международных лабораторий и общее количество его скачиваний в последнее время превысило 100 тысяч. Дерепликаторы WarQuest были включены в список в форме GMPS. GMPS недавно запущена платформа, которая объединила исследователи природных соединений со всего мира. В настоящее время она включает уже более тысячи общедоступных наборов данных масс-спектров по состоянию на декабрь 2018 года. Мы смогли протестировать оба наших инструмента на более чем 100 миллионах спектров, идентифицировать сотни известных PNP и их новых вариантов. В заключение я хотел бы показать вам этот рисунок еще раз. Мои текающие и будущие исследования сосредоточены на этой точке соединения между двумя частями конвейера. Надеюсь, что мои коллеги и я превратим метаболомику в мощный инструмент для поиска новых природных биологически активных соединений, которые помогут людям вылечить многие современные заболевания. Наконец, я хотела бы благодарить моих товарищей по команде из Академического университета, где эта работа была начата, из Адерийского государственного университета, где эта работа была закончена и где я сейчас работаю. Также спасибо моим международным сотрудникам и особую благодарность вам научному руководителю профессору Павлу Певзнеру. Большое спасибо вам за внимание. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. Макрофон. Ну, вообще-то мне он не очень нужен. Значит, тогда мы переходим к оглашению отзывов. Опять же, в нашем протоколе обычно садится под защитой. Поступил внешний отзыв от доктора биологических наук профессора Ран Лагунина Алексея Александровича Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Отзыв был своевременно, как того требует пункт 19 порядка присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете приложения 1 к приказу размещен на официальном сайте СПБГУ. Значит, поэтому кратко этот отзыв. Лагунин отмечает, что автор диссертации адекватно описал современное состояние и известные проблемы в предметной области. В диссертации были найдены решения двух схожих по постановке задач геномной и метаболомной и в обеих случаях разработаны алгоритмические решения и новые программные продукты. Лагутин подчеркивает, что разработанные программы оказались настолько качественными, что информация о них была опубликована в ведущих мировых научных изданиях и они получили широкое распространение в мире. Лагутин отмечает, что работа Гуревича проведена на большом объеме данных и содержит статистически достоверные результаты. Тех диссертаций логически построен и написан хорошим литературным языком. Биоинформатическая часть работы выполнена автором самостоятельно на высоком профессиональном и научном уровне. Имеются два небольших замечания. Таблица 1, страница 34. Хорошо было бы привести результаты для показателя NA50 по сравнению с NGA50, чтобы лучше продемонстрировать необходимость введения нового параметра NGA50 или NGA. Второе. В таблицах 2 и 4 следовало бы привести результаты работы других программ оценщиков других программ оценщиков сбора геномов и метагеномов, что позволило бы лучше оценить производительность кваст и метакваст в сравнении с конкурирующими подходами. Логутин отмечает, что мелкие замечания не носят принципиального характера и не снижают высокую оценку представленной работы в целом. Диссертация Гуревича Алексея Александровича соответствует основным требованиям приказа СПБГУ о присуждении научных степеней, а соискатель заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 03-01-09 математическая биология и биоинформатика. Опять же, ответы соискателя по-видимому все вместе будут. В таком случае, Стив, you will be the next. Please, доктор... We shall proceed to the next review by доктор О'Брайан. Come on. Слышно? Слышно меня? Да, пожалуйста. Где вы стоите? Я бы хотела смотреть на вас, как буду говорить. Во-первых, я прочитал эту диссертацию с большим удовольствием, хотя это было... Я понял, о чем она. И я согласен с предыдущими комментариями. Вы слышите меня? Вам слышно меня? Да, да, все в порядке. Как я уже сказал, я считаю, что диссертация хорошо написана. Я поздравляю вас. диссертация состоит из четырех глав. Первый вопрос. Повторите, пожалуйста, вопрос, потому что у нас есть небольшие технические сложности. У меня несколько вопросов. Большая часть диссертации посвящена методологии программы, которые вы создали полезны. Расскажите нам, как могут использоваться ваши программные продукты. Вы ловили суть вопроса? Если я правильно понял вопрос, вас интересует, какова важность, какие соединения вы открыли и в чем их важность? в статье, посвященную WarQuest. Я пишу о том, что мы открыли большое количество новых вариантов PNP, но результаты нашей работы еще находятся на промежуточном этапе. Это промежуточный этап между исследователями и биологами, которые будут исследовать биологическую активность этих соединений, поэтому прямо сейчас я не могу сказать, какова биологическая важность открытых нами соединений. Наш инструмент позволил определить, некоторые из них были, новые соединения, эффективность была экспериментально подтверждена, но это находится за рамками нашей работы. Вы удовлетворены вопросом. Из 10 миллионов соединений, если выделить 10 тысяч соединений, почему вы считаете именно эти 10 тысяч полезными, ценными? Поиск в базах данных уже выделенных, выявленных биологически активных соединений. Мы искали интересные соединения. Существует большая высокая вероятность того, что при поиске аналогичных уже известных соединений с хорошими качествами, также удастся найти что-то интересное. Клинически важные для чего? Например, антибиотики, дебиотики, активные против стриптокока, кишечной палочки и растительных патогенов. PNP существует уже давно. Некоторые соединения до сих пор не были обнаружены. Многие уже известны. какие-то которые будут в 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 Есть ли у вас на сегодняшний день реальные примеры? Я думаю, что мы показали небольшие примеры, которые были обнаружены в ходе наших исследований. Я надеюсь, что у нас будет больше примеров, появятся новые примеры в дальнейшем, когда полученные результаты будут проанализированы и другие исследователи присоединятся к нашим исследованиям. Поскольку на экзамене я пообещал вам... Попросил вас подготовить перечень реальных возможностей применения. И в-третьих, попросил вас с перечень PNP. Простите, пока. Простите, смотрите. Музыка. Продолжение следует... У меня есть один пример и дополнительные слайды. В нашей работе мы представляем мастетолит А. Это известное соединение, которое активен по отношению к определенным патогенам. Мы обнаружили новую версию вычислительным путем. После этого мы выяснили, что этот вариант уже был открыт несколько лет назад. Наша база данных была несколько устарела. И этот вариант также активен по отношению к большему числу патогенов. И этот новый вариант более интересен. И имеет большую активность, больший потенциал. Мы обнаружили это вычислительным путем всего за несколько минут. И дополнительные варианты содержатся в моей диссертации. Вы и ваши коллеги уже начали думать о следующем этапе. О репликации или валидации биологической активности этих соединений. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах. Мы не хотим делать это сами. Но мы уже начали установить контакты с другими исследователями. Например, с исследователями из Кореи. Мы только что начали сотрудничество с ними несколько недель назад. И вычислительным путем удалось обнаружить нечто интересное. Мы надеемся получить новую информацию, возможно, в январе. Ответ на ваш вопрос – да. И спасибо за это ценное предложение, совет. И еще один вопрос. В параграфе, посвященном сборке геномов, Вы говорили о длинных последовательных, в прочее, не длинных последовательных, коротких последовательностей. Можно ли сказать? Были ли... Были ли... Вы правы, но 5 лет назад мы думали, что через 5 лет все эти данные будут бесполезны, но этого не случилось. Я думаю, что да, когда-нибудь мы сможем прочитать человеческий геном целиком. Но на этом этапе я планирую работать над другими проблемами. Хорошо. Хочу поздравить вас с написанием такой хорошей диссертации. Подумайте о более крупных геномах и бактериях. Нам нужны подобные исследования. Да, поэтому я не знаю следующие, как будут поступать. Следующий отзыв будет доктор Марник Смедема. Господин Медемо, слышите, вы слышите? Маникс, мы не можем слышать вас. Может, ваша микрофона. Да, сейчас мы видим. Я должен прочитать свой отзыв, но не задавать сейчас вопросы. Правильно ли я понимаю? Вы можете огласить свою ревью и задать вопросы. Большое спасибо, уважаемый соискатель. Для меня удовольствие быть вашим рецензентом, прочитать вашу диссертацию. Я прочитала с большим удовольствием. Я уже был знаком с вашими инструментами. И некоторые из них уже используются. Мы пользуемся ими в нашей группе. И мы активно пользуемся студентами в университетах, которые должны научиться, как пользоваться данными о устройстве геномов. Мы очень довольны. Результаты вашей исследовании имели очень положительное значение. Соотнишение геномики и метаболомики вашей диссертации – это очень интересная область с большим потенциалом. Особенно сейчас, когда сейчас появляются все новые и новые данные. Теперь у нас есть информация о строении геномов и метагеномов. И она является ключом не только к открытию новых продуктов, но и также к пониманию основных направлений микробиомов, в том числе человеческого микробиома. Квасты и мета-квасты инструменты очевидно оказались очень успешными. Позволяют… Они очень удобны в использовании. Заполнили существенный пробел в инструментах для анализа данных. «Дерепликейт» и «Варквест» также оказались очень полезными. Здесь вам потребовался инновационный подход. Вы использовали ложные базы, P&P, для статистического анализа, например, процента ложных открытий. «Варквест» использовать очень интересно. Например, ваши результаты, изложенные в вашей диссертации, наглядно показывают, что многие биосинтетические пути привозят к обнаружению не одного соединения, а целых групп соединений. Так что нужно всегда быть готовым к тому, чтобы обнаружить различные группы молекул. Я считаю, что это было важным открытием для большого числа специалистов данной отрасли. небольшие вопросы, по которым я хотела бы узнать ваше мнение. В основном два момента. Первое, что я хотела бы знать, и меня интересует ваше мнение, первый вопрос – валидация дирепликатора и «Варквеста». Ваша диссертация очень убедительно продемонстрировала, что большинство, большое количество прогнозов, сделанных при помощи ваше «Варквеста», оказались точными, оправдались, и дирепликатор возможно позволяет обнаружить очень сходные молекулы. Я считаю, что это очень убедительный, что результаты ваши очень убедительны. Мне немножко менее понятно, каков был вариант негативных совпадений, сколько соединений из 100 миллионов масс-спектра, соединений в масс-спектре, которые еще не были обнаружены. Есть ли у вас какое-то мнение о том, какого типа молекулы пока невозможно диреплицировать. И в связи с этим я хотел бы знать, как можно ли выйти за ранки пептидов поликетонов, с которыми достаточно сложно работать при помощи масс-спектрометрии. У них нет таких четких связей. Я говорю о том, над чем ученые работают сейчас для того, чтобы например конкурентно-спектральное моделирование. И наконец второй вопрос. Я хотел бы узнать как вы относитесь к мэтчингу D-кластеров с молекулами? Что вы думаете потребуется для того, чтобы проводить это на более общем уровне? Каковы основные проблемы в этой сфере? на этом я хотел бы закончить свое выступление, поздравить вас с написанием такой качественной работы, и я с нетерпением жду возможности продолжить работу с вами в будущем. Большое спасибо за ваш отзыв, за интересные вопросы. Я начну с первого вопроса, касающегося непептидных соединений. Эта проблема более сложная, чем проблема пептидных соединений. Трудно предсказать фрагментацию при помощи массоспектрометрии, но мы уже создали новый инструмент D-replicator Plus, который в октябре появился, и это именно то, о чем вы говорите. Он создан для обнаружения поликетонов и даже более сложных соединений, и вместо того, чтобы искать связи, мы ищем разрывы связей, анализируем разрыв связей для того, чтобы увеличить набор молекул инструментов. Мы продолжим работу над этим инструментом, идея. Здесь несколько аналогичных фрагментаций, которые вы упомянули. Я надеюсь, что этот инструмент также будет удобен в использовании и полезен биологам и ученым. что касается второго вопроса по поводу сравнения геномных данных и метаболомных данных, я также считаю, это один из вопросов, на котором я сейчас работаю, мы будем улучшать наши продукты, созданные 4-5 лет назад, которые уже требуют, нуждаются в улучшении, в том числе нужно увеличить их точность и может быть новые подходы к подходу FDR очень важны. Также мы работаем над новыми методами комбинирования геномных данных и известных молекул, молекулярных структур с уже открытыми соединениями. У нас есть большая база данных, сделать ее более эффективной, повысить ее производительность. У нас много соединений и выяснить, связаны ли они друг с другом. Мы также работаем над этим. Отлично, спасибо, большое спасибо. Стив, вы здесь? Доктор Абрайан, вы слышите нас? Сколько у вас еще времени? Нам нужно по крайней мере 15 минут. да, у нас есть 25 минут. лод. Да, говен дефлот. Я к свои комментарии мои будут очень коротким. Я хотела бы поздравить Алексея с великолепной дизертацией, прежде всего меня заинтересовала первая часть, потому что она касается моей собственной работы. Вы хорошо изложили свои работы в своей короткой презентации. по тому, как была принята программа КВАСТ, имеющая уже более тысячи случаев цитирования, упоминания. Прежде всего, я хотел бы сказать о значении данного инструмента. Весь последовательный анализ Если имеются ошибки, то все результаты анализа могут оказаться неточными. Сейчас уже более тысячи геномов были собраны, и пользователям удалось оценить качество сборки. Таким образом, этот инструмент уже нашел своего пользователя позволяет точно оценивать качество сборки. Хотел бы поздравить вас с тем, что вы создали такой полезный инструмент, который позволит существенно увеличить качество сборки геномов. В целом, диссертация была хорошо написана, результаты убедительны, мне было очень приятно, положительное мнение. Спасибо. Я читал русскую версию диссертации, поэтому прошу прощения, прошу прощения, я буду комментировать русскую версию диссертации. Я несколько удивлен, что нужно было представлен текст на двух, был представлен текст диссерации на двух языках. Может быть, это является особенностями защиты диссертации в Санкт-Петербургском государственном университете. Технических замечаний и редакционных, они перечислены в отзыве, но основное, что он, конечно, переведен на русский с английского, но не до конца, и там появились всякие миссосемблы и другие слова, которые в русском языке на самом деле отсутствуют. Одноклеточное секвенирование мне еще очень понравилось. из технического, но уже более содержательного вопроса, значит, там в каком-то из разделов 2-3-2 упоминается оценка дефектов сборки относительно тестового штамма, но штаммы кишечной палочки могут друг от друга в принципе отличаться, там редко когда инверсиями, обычно там инверсий мало, но зато вставками и дилетциями могут отличаться очень сильно. Вот откуда мы знаем, во-первых, какие это дефекты, это именно были инверсии или это были вставки и дилетция, а второй вопрос, соответственно, откуда мы знаем, что это дефекты, а не природные различия между штаммами. Отвечу на ваш вопрос на английском языке. Первая часть вопроса, это действительно инверсия. Также я хотела бы сказать, это был своего рода симулированный эксперимент. Я взял один штамм кишечной палочки для того, чтобы продемонстрировать, что мы можем идентифицировать подобные дефекты сборки. То есть вы знаете, что штаммы могут иметь дефекты. философский, почему это одна диссертация, а не две? Как связаны две части этой диссертации? В чем общая идея? нет, это хорошая вопрос. Это одна из лучших в ревизе. I agree with this comment and that the connection is not clear, I should write maybe something different, make the focus on algorithmic similarity of these problems, because in both cases we actually compare some object with the reference object, in case of genome assembly evaluation mostly genome assembly against reference genome, and in case of natural product discovery spectrum against database of reference compounds, so this is a similar problem with some similar ideas inside. Okay, thank you, and well that's it basically, and I also would join the colleagues with my very high sort of great assigned to this thesis, it's really a great piece of work, and it's widely accepted by the community, and indeed it could have been defended as two independent studies, and the amount of data and effort and influence is actually sufficient to warrant two degrees, not one. Thank you. But it's not. In the приказах такого варианта нет, поэтому... I have to say something that is required, one moment. Thank you. ... ... ... ... ... ... ... ... ... За номером 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Пункт 11 указанного порядка диссертантом не нарушен. Я так понимаю, что не списано. Не списано, подтверждаю. Соискатель Гуревич заслуживает присуждения ученых степеней кандидата физико-математических наук по специальности 030109 математической биологии и биоинформатикам. Спасибо. Последний отзыв мой. Он тоже вывешен на сайте СПБГУ. Поэтому я позволю себе всякие превосходные степени и историю вопроса опустить и сосредоточиться на только нескольких моментах. Мы те самые молекулярные биологи, которые используют эти программы. И нам очень плохо без них жить. И сейчас к этому обалденному списку ссылок наши работы еще не добавлены, но они будут добавлены обязательно. Мы уже ими активно пользуемся. Значит, что касается русского и английского текста, я читала как раз русский вариант. И мне прекрасно известны трудности перевода биоинформатных текстов. И я считаю, что Гуревич справился с этим просто замечательно. Мне удалось найти на всю диссертацию одну опечатку и одно неудачное выражение. Возможно, больше, но при том, насколько это тяжело. Тем не менее, понять, о чем речь можно. Значит, у меня было несколько вопросов, но на некоторые из них я уже получила ответы, потому что так случилось, что он отвечает сразу. Значит, на странице 34, как основная метрика качества используемых, используется NGA50. Значит ли это, что это самое важное и полезное из всей группы NGAX? На странице 35 приведен рисунок 1.7. Выравнивание сборок данных одноклеточного секвенирования, видимо, с рептококуса Ауреус на реферсный геном. Что означает пробел наверху этой гистограммы. Вот единственное замечание насчет перевода с английского, это на странице 64 масса материнского иона в спектрах. Вот я не знала, что в русском языке возможна такая терминология. Вопрос. Значит, в ответе на вопрос Стива Брайана Леша уже рассказал. Одно из предсказанных программ ПНП, пептидное природное соединение, в соединении массе таллит 1252, уже было обнаружено экспериментально. И чем в эксперименте отличаются свойства, значит, это уже Леша рассказал. Поэтому остается только три вопроса. И диссертация Гуревича Алексея Александровича на тему вычислительные методы для анализа подтвержденных ошибками отболомных данных соответствует основным требованиям, установленным приказом 0109-216-6821-1. О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Гуревич Алексей Александрович заслуживает присуждения ученой степени к кандидату физико-математических наук по специальности 030109 математическая биология и биоинформатика. Теперь нужно на самом деле отвечать на еще не отвеченные вопросы. Например, замечания Лагунина. Они у нас так остались. Окей, Лагунин... Профессор Лагунин... Профессор Лагунин сделал два замечания. Первое касается таблицы 1. Лагунин попросил привести результаты для сборки геномов в сражении NGA 50. НГА 50 я уже добавил. И, как видите, есть определенные различия. Что-то определенные различия. Как видите, у NGA 50 измерения были более точными по сравнению с NGA 50. Также профессор Лагунин задал вопрос по поводу эффективности других программ. Когда речь идет об оценке сборки геномов, это не всегда основная черта. Обычно качество оценки гораздо важнее, чем скорость или эффективность, или производительность системы. Поэтому очень сложно сравнить различные системы, различные подходы. Я считаю, что у наших инструментов нет прямых конкурентов. Можно делать комментарий по NGA 50. Раньше я приводил соотношение между NGA 50 и NGA 50. Спасибо за ценное предложение. Мы можем добавить. Следующие вопросы. Я ответил на все остальные вопросы. Вопрос профессора Подгорной по поводу NGA 50. Возможно, является лучшим показателем. Как видите, на некоторых участках синие и красные величины совпадают. Но, как видите, показатели синего графика всегда выше, лучше, чем у красного графика. Что касается вот этой схемы, здесь существует простое объяснение. пробел вверху. Этот геном имеет одну хромосому, три плазмита. Поэтому сверху три плазмита, которые соответствуют эти пробелы. И на этот вопрос я уже ответил. Что же по поводу русского термина массы материнского иона? В англоязычной литературе использовался термин материнский, дочерний ион. Но сейчас в основном используется термин предшественник. Я надеюсь, что в русском и терминологии будет принят аналогичный термин. Я хотел бы добавить, я также, да, материнский ион, термин массы материнского иона используется в русском языке. Я проверил, в отличие от мисс-ассемблов. Спасибо, буду знать на будущее. Значит, сейчас нужно зачитать отзыв научного руководителя. А, нет, сначала выступление. Если будут присутствующих по защите диссертации, кто не члены ученого совета. Ну, конечно, все напуганы регламентом. Регламент самопатный. А? Регламент самопатный. Ничего подобного, я просила говорить, что мы уложимся в регламент. Пожалуйста, говорите. Как видишь, безответно. Общие комментарии соискателя. Они, по-моему, уже были. Я. В каком случае отзыв научного руководителя? Так как он не присутствует лично на заседании, то, значит, краткое изложение. В ходе работы на диссертации Гуевич продемонстрировал умение самостоятельно проводить научные междисциплинарные исследования, целенаправленно использовать научную литературу в области биологии и грамотно интерпретировать полученные результаты. Вычислительные методы, использованные в диссертации, свидетельствуют о глубоких знаниях автора в области компьютерных наук, биоинформатики, а также разработки программного обеспечения. Основные результаты, представленные в диссертации, опубликованы в журналах, индексируемых базами скопус и вебов-сайенс и многократно цитировались. Кроме того, полученные результаты представлены на крупнейших международных конференциях по биоинформатике в виде устных и постерных докладов. Павел Аркадьевич Певзнер считает, что, так как он научный руководитель, то он просит ученый совет дать соискателю искомую степень. Значит, подпись Певзнер Павел Аркадьевич, кандидат физмат наук, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего США и главный научный консультант лаборатории Центр алгоритмической биотехнологии СПБГУ. Вот теперь на это время просим отключить звук и происходит скольки-то минутное обсуждение членами совета вопросов присуждения ученой степени, а после этого и просят выйти из зала. Можно задать вопрос? Перед тем, как мы продолжим, я хотела задать Алексею несколько вопросов. Извините. Первый вопрос. Что Вы думаете про G-Content-Based валидации по поводу проверки точности сборки? Есть ли у Вас мнение по этому вопросу по поводу, могут ли эти инструменты помочь оценить точность сборки без наличия эталона? Мы использовали БУСКО примерно год назад. Да, она является опцией для безэталонной оценки. Подобные методы могут дать нам определенную информацию о качестве сборки. Но это сложная проблема, и я думаю, самым лучшим решением будут продукты, подобные БУСКО. Мне нравится. Второй вопрос. По поводу Варквеста и процента негативных совпадений. Какой объем базы данных, которую Вы исследуете, Вы уже исследовали при помощи Варквеста? Спасибо за интересный вопрос. У нас есть инструмент, который используется для прогнозирования цикличных пептидов, при помощи которого нам удалось выявить многочисленные соединения, которые отсутствовали в базе данных. Может быть, 20 раз больше, чем мы можем обнаружить при помощи Варквеста. Поэтому, может быть, этот инструмент можно использовать для примерной оценки общего количества соединений. Мы исследовали 15-20% всех соединений, но в прошлом этот процент составлял 2-5%. Но в любом случае мы еще далеки от 100%. Это все мои вопросы. Мы можем продолжить процедуру согласно регламенту. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...